наша страна решила снова покорить луну обещает что все будет и сверхтяжелый луноход и посещаемая база и новые ракеты и корабль сроки очень сжатые до 2040 года давайте все же разберемся что обещает что уже есть она что надеяться не надо будет очень интересно ставь лайк подписывайся на канал полетели первый этап рассчитан на 2021 25 года на этот период намечена отработка всех технологий на мкс создание базового модуля около лунной станции испытаний перспективного пилотируемый корабля федерации беспилотные облеты лунной федерации и исследования луны автоматическими станции серия луна причем луна 25 уже разработанный проект это орбитальный аппарат испускаемый зонт несущий на себе 20 килограмм полезной нагрузки и научных инструментов кроме того луна 25 станет первым маяком на луне который поможет следующим лунным модулем с высокой точностью определять свое местоположение на поверхности спутника земли в будущем система лазерных маяков поможет организовать продвижение луноходов и экипажей пилотируемых миссий а вот около лунная орбитальная станция пока только в проекте предполагается что она будет создана на базе элементов российского сегмента мкс из них планирует сделать узловой модуль пилотируемый транспортный корабль и научно-энергетический модуль также на станции будут взлетно-посадочные и грузовые модули второй этап рассчитан на 2025-2035 года в него входят пилотируемые полеты с облетом луны в 2026 году и высадкой космонавтов где-то после 2030 года наш десант должен будет за 14 суток создать и разместить первые элементы посещаемой базы при этом в период с 25 по 30 годы на окололунной орбите развернут систему спутниковой связи доставить же на луну космонавтов скорее всего федерация корабль и лунно-взлетно-посадочный комплекс будет запускаться к луне отдельно с помощью сверхтяжелых ракет и неси и дон первым в 2029 году запустят взлетно-посадочный комплекс на ракете дон он достигнет около лунной орбиты и полгода будет ждать там федерацию затем же произойдет втыковка и космонавты перейдут на борт взлетно-посадочного комплекса совершат посадку и проведут работу на поверхности луны с нее же они поднимутся на взлетном модуле пристыкуют ее к федерации перейдут на корабль отделят взлетный модуль и отправиться на землю в 2032 году плодируется доставить на спутник земли лунномобиль тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов а также вторую экспедицию которая этот лунный мобиль и протестирует третий же этап начнется где-то после 35 года будет достроенная посещаемая лунная база и две астрономические обсерватории создана инфраструктура налажена добыча водяного льда и создание на его основе кислородного водородного топлива построены убежища от радиации но самое главное создана система как пилотируемых так и автономных средств освоения луны в период с 36 по 40 года произойдет развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники а что же делается уже сейчас разрабатывается концепция новой транспортной системы пилотируемых полетов на орбиту луны на спецверсии нашего корабля союз мс стартовать к луне он будет с орбиты мкс перелетный модуль новой системы будет состоять из спецверсии союза мс и разгонного блока собирать модуль будут прямо в космосе под контролем наших космонавтов на мкс зато наземный эксперимент по имитации полета к луне sirius начнется в москве уже 19 марта шесть космонавтов под командованием евгения тарелкина проведут четыре месяца в полной изоляции сценарий эксперимента включает имитацию полета к луне работу на орбитальной станции десантирование на естественный спутник земли и работу на поверхности возвращение на станцию и обратный полет к земле нужно обязательно сказать что для лунной программы потребуется множество роботов так в цены и ртк создается образец нового лунохода на нем будет испытана удаленное управление роботом с борта российского сегмента мкс уже сейчас ведутся разработки робота геолога исследовательского робота для помощи космонавтом а также космического манипулятора захват э образец последнего будет готов совсем скоро а испытывать его планируют на поверхности нового лабораторного модуля наука после его вывода на орбиту и конечно нельзя забывать о роботе федоре одновременно идет разработка еще двух проектов на основе федора первый это теледроид представляющий собой торс робота который будет крепиться к мкс и выполнять работы в открытом космосе второй проект испытатель робототехнический комплекс на базе федора который отправится в космос на корабле федерация сначала он совершит тестовый полет на орбиту затем на мкс теледроид отличается от федора повышенной надежностью при перегрузках способностью работать в вакууме при повышенном уровне радиации отводить тепло от солнечных лучей и подогревать собственные двигатели в тени у теледроида может появиться напарник косморобот многорукая машина с набором инструментов в каждой конечности проект теледроида должен быть завершен к 2023 году а испытатель к 2024 и в чем же главная проблема программы конечно же финансах и времени пилотируемый корабль федерации разрабатывается 9 лет и срок его сдачи постоянно сдвигается разработки ракеты носителя ангара начались еще в девяносто пятом году с другой стороны сильной нашей страной всегда были талант и энтузиазм я уверен что наши ученые удивят скептиков и осуществят нашу новую лунную программу в срок а ты как думаешь сбудется ли задуманное пиши обязательно в комментариях я жду твоего мнения а 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 Продолжение следует...